Начиная с осени текущего года, качество мобильной связи, как, впрочем, и мобильного интернета в ДНР, оставляет желать лучшего. Дозвониться родным и близким с первой попытки удается далеко не всегда. Да и во время разговора по телефону порой приходится переспрашивать собеседника по нескольку раз. И это при том, что республиканский оператор связи «Феникс» с 1 ноября повысил в два раза тариф народный. Вчера на специальном брифинге директор предприятия «Республиканский оператор связи» Николай Хардиков рассказал о причинах ухудшения качества мобильной связи. Хотелось бы извиниться за те неприятные сюрпризы, которые возникли осенью этого года. Что хочется сказать в связи с этим? Количество людей, которые были подключены к нашей сети, к мобильной сети «Феникс», оно непрерывно росло. И приблизительно с 2020 года мы подозревали вот такой глобальный рост абонентской базы. И с 2020 года мы начали проработку сети, увеличение ее мощности и так далее. Были внедрены пилотные проекты в таких городах, как Есиноватая, и в декабре месяце практически полностью была переведена на пилотный проект город Макеевка. По состоянию на 2019 год в республике работало всего лишь 80 базовых станций 4G ЛТЕ, видя надобность и востребованность этой услуги. Только за последний год мы построили 60 базовых станций и 25 из них еще будут достроены и запущены в эксплуатацию. К концу 2022 года мы надеемся довести покрытие 4G ЛТЕ практически до 100%. К сожалению, сложившаяся ситуация отодвинула введение виртуального номера на плюс 7, который мы анонсировали чуть ранее, на второй план. Но работы в этом направлении ведутся. Мы постараемся и дальше работать для жителей нашей республики. Продолжение следует...